МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привіт всім бадьорим та енергійним! Сьогодні продовжуємо займатися антигріватаційною йогою. Сьогодні на занятті будемо виконувати релаксуючі вправи. Тренування проводить наш тренер Лариса Фомченко. Вітаю вас! Добрий день! Сегодня мы продолжаем знакомиться с упражнениями антигравитационной йоги для расслабления или релаксирующими. Как известно, в здоровом теле здоровый дух. То есть мышечное расслабление обязательно обеспечивает активность духовную и эмоциональную. Ладошки складываем в намасты, расслабляем плечи, закрываем глазки и соединяем внимание с потоком дыхания. Ощущаем тело в целом. Вкладываем кисти рук в замок. Стопы давят в пол. Тянемся за ладошками вверх на вдохе. На выдохе опускаем ладошки к макушке. И еще раз. Стопы в пол. Потянулись вверх. Высвобождаем кисти рук. Правая рука на короткой ручке справа. Левая на средней длины ручке. Разводим локти в стороны, прижимаем лопатки к спине. Левая нога опорная. Стопу правой ноги переносим к наружной стороне левой. С очередным выдохом ложимся на правую руку. Хорошо. И да, чуть-чуть смещаем центр тяжести по стопе от пяточки к пальчикам и обратно. Так, чтобы чуть-чуть смещался таз легкими покачиваниями, промассируем боковые связки, мышцы. Стопа давит в пол. Руками поднимаем корпус. Встаем, расслабляем руки. Стопы параллельно друг к другу. Еще раз. Кисти в замочек. Стопы в пол. На вдохе тянемся вверх. Синхронно с вашим естественным потоком дыхания. Подтянулись вверх. Высвобождаем кисти рук. Ручка слева. Короткой длины. Самая короткая в левой. Да, средней длины в правой. Локти в стороны. Правая стопа опорная. Левую сбросили. И с выдохом опускаемся. Хорошо. По стопе смещаем центр тяжести. То есть опорную нагрузку от пяточки к пальчикам. Представьте себе, что вы дышите всем телом. Все время держим в внутреннем внимании ощущение тела в целом. Хорошо. Стопа давит в пол. Руками поднимаем во время вдоха макушку. И отпустив ручки, садимся в гамачок. Гамак раскрыт полностью. Проверяем скрепочки. Так, чтобы все было симметрично. Садимся в гамачок поглубже. Высвободив назад плечи, локти в стороны, беремся за край гамака. Выпрямляем руки, ложимся. И теперь пяточки. Пяточки изнутри в гамачок. Да, держимся за этот край. Хорошо. И выпрямляя ноги, вытягиваем, да, вытягиваем гамачок. Высвобождаем стопы, так, чтобы наши лодыжки были свободны. Край гамачка подтягиваем до подмышек. То есть этот край тоже растягиваем вдоль тела. Левая рука остается на краю гамака. Подтягивая потолок левой рукой на себя, разворачиваемся на правый бок всем телом. И теперь пальчики стоп подтягиваем на себя. Да, складываемся. Левая рука может оставаться на краю гамака. Можете двумя руками обхватить свои лодыжки. Макушка навстречу пальчикам стоп. Прекрасно. Возвращаем левую руку на край гамака. Выпрямляем тело, толкнув пяточки. И разворачиваемся на спину. Берем руки, ручки средней длины. Открывая горло спокойно, без резких движений. Повисаем на прямых руках. И позволяя краю гамака съезжать к тазу, напряжение, то есть всю физическую силу передаем в мышцы ног. Так, чтобы лодыжки стояли, буквально стояли на краю гамака. Отпускаем руки вдоль корпуса. Пяточки направляем к полу. Можно сложить кисти рук в замок за спиной. Еще больше вытолкнуть ребра вперед. При этом еще больше физической силы напряжения в мышцах ног. Не в ягодицах, а в мышцах ног. И еще один вариант. Высвобождаем кисти рук. И выводим руки за голову. Выставляем ладошки под плечами, как в мостике. Выпрямляя руки, еще больше передаем напряжение в мышцы ног. Хорошо. Выпрямляем ноги. Достаем края гамака. Подтягиваемся. И расправив гамачок за спиной, ложимся. Пяточки изнутри. Распределяем гамак вдоль тела так, чтобы один край был под мышками, другой на уровне лодыжек. Правая рука остается на краю гамака. Натягивая правой рукой потолок на себя, разворачиваемся на левый бок. Выпрямляем тело. Ягодицы в тонусе. Сейчас в тонусе. То есть так, чтобы не было скруток. Ягодицы практически не лежат на стеночке гамака. Правая рука остается либо на краю гамака, либо беремся за лодыжку. Складываемся в другую сторону. Естественный поток дыхания. Ощущаем тело в целом. Возвращаем правую руку на край гамака. Выпрямляем тело, толкнув стопы от себя. Разворачиваемся на спину. Руками подтягиваем корпус, не спеша садимся в гамачке. Разводим руки в стороны. И разворачивая плечи в плечевых суставах, ребра подаем. Да, направляем ребра к бедрам. Плечевые суставы от головы. И лопатками подталкиваем грудную клетку. Толкнув локти в стороны, разворачиваем плечи в плечевых суставах, поднимаем без резких движений корпус. И ложимся на ручках средней длины. Разворот. Теперь прямые ноги выводим к корпусу, пальчики к голове. Лопатки удерживают грудную клетку. И разворачиваемся так, чтобы стопы встали в пол. Хорошо. На полной стопе сгибаем ноги в коленях. Хорошо. И натягиваем ягодицы к пяточкам, лоб к коленкам. Так, чтобы максимально высвободить застойное напряжение из поясницы, очередной выдох как можно глубже втягиваем пупок к спине. И продолжаем ровно, спокойно дышать носом. Стопы в пол. Выпрямив ноги, поднимаем таз. И отпускаем ручки. Висим на прямых ногах. Шея расслаблена. Плечи расслаблены. Хорошо. Ладошки опираются в бедра над коленками, локти вовнутрь, стопы в пол, не спеша, без резких движений. Выпрямляем. Сейчас мы садимся в расправленный гамачок. Задний край расправляем за спиной так, чтобы он доставал до макушки. Один из вариантов расслабления с помощью гамака. И ложимся. Но прежде чем мы ляжем, мы одеваем стропы, длинные ручки на стопы. Ложимся, лежа в гамачке. Можно скрестить руки на груди, можно просто расслабить руки вдоль корпуса. Ложимся. Так, чтобы максимально промассировать гамаком. Давайте чуть-чуть. Так, чтобы не давило. Хорошо. Так, чтобы максимально использовать эффективность гамака для расслабления. Немножко промассируем себя гамаком. Поочередно начинаем передавать напряжение стопа в ручку. То есть поочередно чуть больше надавливаем стопами. Да, начинаем себя раскачивать. Хорошо. Для того, чтобы вернуться к центру, одинаково, равномерно надавливаем одновременно на обе ручки строп. Двумя стопами и останавливаемся. Внимание соединяем с потоком дыхания и ощущаем свое тело в целом. Позволяя всем системам, энергопотокам, внутренним, естественным образом восстановиться. И на этом наше занятие заканчивается. То же, релаксующие вправы будут очень полезными и эффективными после тяжкого рабочего дня. Обязательно позволяйтесь своему телу расслабляться. Для того, чтобы ваш дух, ваши мысли всегда были свежими и активными.